На заседание по делу Максима Корниенко активисты, которые пришли поддержать парня, устраивают особенный флешмоб. Процесс снимают на камеру. Подобный поступок и привел к конфликту в Волчанском суде. Туда Максим приехал поддержать людей, обратившихся к нему за правозащитной помощью. Но как только он достал телефон, чтобы фиксировать ход процесса, у судей возникли претензии, и она потребовала прекратить съемку, рассказывает Корниенко. После этого прервала процесс, а когда продолжив, увидела, что Максим снова использует телефон, потребовала, чтобы правоохранители вывели его. Начал дальше видеосъемку, как предусматривается закон креного статуса судей и судоустрей. После чего неизвестны мне лица, часть из них были в форме, часть без формы, начали на меня нападать, выламывать мне руки и вывели из здания суда. При этом никаких требований проследовать выродил, не было. При этом какие-то крики, какие-то вопли со стороны судебного распорядителя и судебного секретаря, больше ничего я не видел. При этом я не понимаю, почему меня посадили по 185-й за невыполнение законного требования милиции, если такого требования вообще не существовало. Решение об административном аресте Корниенко на 15 суток приняла та же Ирина Уханёва, с которой у Максима возник конфликт во время заседания. В Волчанском суде она сейчас единственный действующий судья, но даже в этом случае она должна была взять самоотвод и передать дело в другой суд, говорит защита активиста. Уханёва же наоборот приняла решение о максимальном наказании по этой статье, проигнорировав, как говорит сам Корниенко, сразу несколько законных требований. Отказала в участии адвоката, приняла протокол с ошибками, проигнорировала просьбы Максима о предоставлении ему медицинской помощи. У него к тому моменту резко повысилось давление. Всё это легло в основу апелляционной жалобы, подготовленной защитниками Корниенко. Во второй инстанции аргументы адвокатов были признаны, и Максима освободили прямо в зале суда, а протокол его задержания был направлен обратно в отдел полиции на переоформление. Правда, к этому моменту Максим Корниенко отсидел уже 9 суток из 15, и теперь он и его защитники намерены добиваться не только соответствующей оценки действий правоохранителей, но и судьи. Мы будем инициировать этот вопрос, будем смотреть, какие доводы указаны, какие удовлетворены наши доводы, и в дальнейшем будем инициировать этот вопрос. Я считаю, что в данном случае Максим Корниенко выполнял очень важную функцию, которая полезна для общества. Он просто снимал судебное заседание, он не нарушал никакой порядок, а фактически сотрудники полиции как будто выступали каким-то оружием для того, чтобы ограничить это право. Как сообщил сам Максим Корниенко, он уже подал заявление в квалификационную комиссию Совет Судей, а также будет добиваться открытия уголовного производства по факту заведомо неправосудного решения в отношении него. Марина Николаева, Михаил Иворонков, Агентство телевидения Новости.